3 января исполнилось 6 месяцев безуспешного штурма Бахмута. При этом, несмотря на все усилия головорезов ЧВК Вагнера и армии РФ, Минобороны похвастаться успехами не может. 6 раз или 7 раз даже они меняли эту дату взятия города. Была информация, что был приказ взять город к 1 января очередная. Ну и город становится фактически новым символом неудач на фронте для армии России. Ну тут отмахиваться так легко я бы не стал, потому что сейчас пока еще бои, к сожалению, продолжаются. Вот сегодня, ровно сегодня, Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер близок к взятию Солидара. Причем он подчеркнул несколько раз, что это только ЧВК Вагнер там воюет и больше никого там нет. И я не знаю, насколько это правда, конечно. Но насколько я слышу от наших, кто нам что сообщает, где какие-то данные проникают, там все, в общем, не так просто действительно под Солидаром. Это очень тяжелая ситуация, тяжелая обстановка сейчас. А Солидар это действительно некий ключ к Бахмуту. И да, это все продолжается очень долго. Да, такими темпами Россия нас не победит, это сразу можно сказать. Ну, кстати, когда они взяли Северодонецк еще и Лисичанский, я помню, и вот тогда началась такая легкая паника у нас в стране. Я тогда посчитал, что тем темпом, которым они брали, сколько месяцев, и какой по населению это город, да, у них займет около ста лет захватить все Украину. Ну, а сейчас Бахмут берется еще медленнее. Бахмут, он меньше, чем Северодонецк, а потрачено на него по времени уже в три раза больше, чем на Северодонецк. Поэтому не надо тут, как бы, с одной стороны, говорить, что ничего у них не получится, к сожалению, может еще и получиться. Но, с другой стороны, это означает, что если вот у них на Бахмут столько уходит, то эта война не может привести к новым, там, значительным территориальным захватам со стороны России. Северодонецк